Глава 5. Подзаголовок 2. Палестинская Хартия. В этом печально известном документе определены принципиальные цели организации освобождения Палестины. Полный текст Палестинской Хартии приводится в приложении 9. Статья 15. Освобождение Палестины является с арабской точки зрения национальным долгом, цель которого – отразить сионистское империалистическое вторжение на территорию Великой Арабской Родины и очистить Палестину от сионистского присутствия. Статья 19. Раздел Палестины, осуществленный в 1947 году, и создание Израиля являются изначально незаконными и бессмысленными, поскольку эти акты противоречат воле арабского палестинского народа и его естественному праву на Родину. Статья 20. Декларация Бальфура и мандатные обязательства Великобритании следует рассматривать как не имеющие законной силы. Утверждение о наличии исторической и духовной связи евреев с Палестиной не соответствует ни исторической действительности, ни государственным устоям в их подлинном смысле. Статья 21. Арабский народ Палестины, выражающий свою волю в вооруженной палестинской революции, отвергает любое решение проблемы, могущее быть предложенным взамен полного освобождения Палестины. Палестинская хартия в кавычках неоднократно переутверждалась после 1964 года. Содержание и характер этого документа ясно свидетельствуют о том, что претензии ООП к Израилю являются не территориальными, а экзистенциальными. Они касаются самого существования еврейского государства на какой бы то ни было территории. Центральный тезис Палестинской хартии состоит в том, что государство Израиля является незаконным преступным образованием. Создание еврейского государства объясняется изначально незаконным и бессмысленным, независимо от того, где проходят его границы. Уникальная привязанность еврейского народа к Эрецисраэль, не ослабевшая за три с половиной тысячелетия с библейских времен до Декларации независимости Израиля, перечеркивается одним рощерком пера. Утверждение о наличии исторической и духовной связи с Палестиной не соответствует исторической действительности, в кавычках. Основной задачей ООП объявляется уничтожение Израиля. Цитата. «Освобождение Палестины является национальным долгом, цель которого – отразить сионистское империалистическое вторжение на территорию Великой Арабской Родины и очистить Палестину от сионистского присутствия». Конец цитаты. Полицит, то есть политика, направленная на уничтожение целого государства, является столь редким явлением, что многим трудно поверить в то, что именно это стремление является движущим фактором организованной политической деятельности. Нации воюют между собой из-за разногласий по поводу границ, контроля над природными ресурсами и колониями. Иногда конфликты возникают в связи с различными формами государственного правления. Однако в современной истории почти невозможно найти пример борьбы, целью которой является тотальное уничтожение соперничающей нации. Даже Вторая мировая война, самая страшная из всех войн человечества, не привела к такому результату. Разгром Германии и Японии не рассматривался в качестве предлога для уничтожения этих государств. Но именно такую цель, уничтожение целой страны и ее народа, начертала организация освобождения Палестины на своих знаменах. Чтобы понять политическое движение, ставящее перед собой столь одиозную задачу, необходимо изучить тот исторический фон, на котором происходило его появление и формирование.